Канада возобновила программу учений Unifier для украинских военных. Тренировки будут проходить в Великобритании, куда будет направлено 225 канадских военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. До 225 канадских военнослужащих направлены в Великобританию для обучения украинских войск. С их помощью наши солдаты станут неудержимой силой, отметил министр и добавил, что благодарен Канаде за ее непоколебимую поддержку Украины. Большинство канадских военных будут работать инструкторами при поддержке подразделения командования и управления для начального развертывания сроком примерно 4 месяца. Первые из них прибудут уже на следующей неделе. Министр обороны Канады Анита Аннанд сообщила, что большинство солдат, которые будут инструкторами по подготовке, в основном будут направлены из 3-го батальона канадской легкой пехоты «Принцессы Патриции», которая базируется в Эдмонтоне. Первые курсы под руководством Канады будут проходить на военной базе, расположенной в юго-восточной Англии. Учения будут продолжаться по гибкой программе подготовки, сосредоточенной на индивидуальных навыках воина, необходимых для боевых действий на передовой, включая обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя. Полевое искусство, тактику патрулирования и законов вооруженных конфликтов отметили на сайте правительства Канады. В правительстве Канады напомнили, что операция «Юнифайр» была начата в 2015 году на запрос украинской стороны, а в начале этого года была расширена и продлена до марта 2025 года. Тренировочная миссия помогает формировать и увеличивать возможности и способности силовых структур Украины, вместе с этим работая в направлении достижения взаимосовместимости с НАТО. Учебная миссия была временно приостановлена после полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину в феврале 2022 года с обязательством возобновить учения, когда и где позволят условия. Также отметим, с февраля 2022 года Канада выделила или предоставила Украине военную помощь на сумму 626 миллионов долларов, включая гаубицы М777 со сменными стволами и боеприпасами к ним, а также специализированные камеры для беспилотников и бронированной машины боевой поддержки. Спасибо за просмотр. Слава Украине! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...